Короче, я решила снимать волосы. Приветики! Сейчас Виталик будет делать супер первенные бутерброды. Драки, побои, там все страдают вокруг. Они просто шли, сейчас очень жарко. Шорты шли. Шорты шли. Девочки, приехала я в это место. Только что я чуть не наделала в штаны. Всем доброе утро, мои хорошие. Отвела сейчас Денечку в садик. В 12 часов у меня запись на массаж, наконец-таки. Сейчас я смонтирую один видосик. Хочу поубирать в квартире. Выпью кофе. Кстати, взяла новое молоко из бурого риса. Сейчас попробуем с вами его на вкус. Стоит оно 96 рублей литр. Дешево, но с другой стороны рис, и не просто рис, а бурый, взяла в точке вкуса. Ну что, вот такое вот молоко. Не знаю, Зинус какой-то непонятный. Молоко рисовое из бурого риса, видите? Зад показываю. Вперед. Экономный пакет. Честная цена. Ну, стоит 96 рублей, по-моему. Состав. Вода, мука из бурого риса, крупа из бурого риса. Слушайте, тут даже в составе нет сахара. Круто. Да? Очень круто. Хочу попробовать скорее. Цвет, в принципе, такой, как и у соевого. На вкус попробовала. Отдает подсолнечным маслом чуть-чуть, знаете. Не знаю почему. В общем, сейчас кофе сделаю. Буду с кофем пробовать. Пью кофе все-таки прям, ну, не. Прям очень, вы знаете, то, о чем я говорю, как будто привкус какой-то жирности. Вот мне поэтому не подходят всякие ореховые. Вот эти вот молоко ореховое, они подходят. Потому что я чувствую этот вкус подсолнечного масла. Почему? Не понимаю вообще. И аромат даже есть. Как будто налили подсолнечного масла сюда. Вот и все. И вот он, привкус вообще неприятный. Я прям через силу пью. Но он полезный. Я его допью. Может, я даже помиксую. Вот, когда такое происходит, я миксую. Я одну третью вот такого молока наливаю. И основное. Потом кофе. И там, ну, уже не так сильно чувствуется. Может, даже и меньше надо наливать. Буду смотреть. Ну, как бы полезно. Можно попить. Кстати, сейчас смотрю сериал «Ничто не случается дважды». Мне посоветовали. Это русский сериал. Смотрю наивее. Мне нравится. Хотя кто-то написал, ой, не смотри. Там, типа, актеры плохо играют. И все. А мне очень нравится, как подобранные актеры. Может, не у всех получается, конечно, хорошо отыгрывать. Но сама история, сама закрутка сюжета. И самое главное, что главные актеры. Очень круто играют. Ну, мне нравится. Я им сопереживаю. Вот прям вот главные актеры. Вот прям вот главная любовь. Не знаю, мне кажется, каждый поймет, какая главная любовь сериала, кто будет смотреть. И вот актеры, актрисы вот очень круто играют. Я прям вот каждый раз смотрю их сцену и прям кайфую. Вот только бы их показывали. Мне очень нравится. У меня уже восьмая серия. Интересно, чем закончится. Как бы закручен сюжет круто. Кто любит, короче, российские сериалы, тем, я думаю, понравится, в принципе. Ну, кто не ожидает, конечно, там голливудских каких-то, голливудского уровня. Вот, все, сейчас чуть-чуть, 10 минут смотрю, пью кофе и еду на массаж. Такое интересное ощущение, я сейчас еду на массаж. И, ну, я прям все утро смотрю сегодня этот сериал «Захлеб», один за одним. Ну, срочных дел никаких нет, думаю, пусть весь мир подождет. Вот, и сейчас еду, и такое ощущение, что я как будто еще из фильма не вышла. Такая немного опасность где-то может подстерегать, да? Ну, какое-то все другое немножко, как будто ты в кино. Как будто ты вот в том, в той ситуации, в том этом. Ну, не на 100%, да, но отчасти какое-то такое. После вкуса фильма есть, и я еду, и такая как будто что-то произошло с моими знакомыми. Бывает у вас такое? Приветики! А у мамы тут этот... Кого ты слушаешь? А я не одна, смотри, кого я тебя привела. Ребят, мы приехали к маме, встретились внизу. Сейчас будет мама нам... Ой, как фамилия этого? Она все сидит, кайфует тут. Она все кайфует от этого. От Димаша. От Димаша все кайфует, мама че-ли. Да не, я просто сейчас уже лазила по ютубу, вообще по интернету, думаю, что такое включить. Кино не включишь, сейчас вы придете, да? Под загорело-то, что ли? Никуда не загорала я. Золотистая оттенокоша у тебя объезжает. Да. Ну, я же в садик хожу за... А, ну, может быть. Вот хоть что-то, витамин Д, а так бы вообще? Витамин Д, да. Ну, давай, чем ты нас будешь подчивать там? Вы видели мои художества? Вы видели, какая я... Турческая личность. Алмазная пушечка. Офигеть, сколько ты уже наделала их. Смотри, картину нарисовала. Обалдеть, мам. Когда у меня и курицы пришли, не капусты? Сейчас, сейчас. Мама эта, начала заниматься художеством. Картина по номерам. По номерам, красиво. Слушай, надо тебе это отдать. Смотрите, я тебе свое дам. Да, да. Я первый раз в жизни за это взялась. Летом, лето на тебе сделай, если что. Первый раз за это взялась. Понравилось? Ну, я тебе хочу сказать, нет. Вот это мне поинтереснее делать. Алмазная. Я посмотрю. Потому что тут надо глаза ломать вообще. Краски сохнут. Да ну нафиг. А? Молодец. Я попробовала краска. Слушай, а и то, и то кропотливая работа. Нет, здесь полегче с алмазами вот это вот. Хочу там, да. Картинок. Там полегче. Все равно, блин, прицелись вот тут. Нет, там ничего. Во-первых, там цветовая уже наметка есть, понимаешь? И там их ровненько вот туда раз, раз. А что у тебя дальше вот пять? Или это все? Ну, это с фикс прайса, что было, я сделала все. Все, что было в фикс прайс. Ты снимала? Это все, что было в нашем фикс прайс. А, в нашем. Фикс прайс, да. Если что, фикс прайс, пойду тебе брать новые картины? Ну, вот в нашем здесь других не было. Ладно. Если будут какие-то другие, возьмут. Побольше, если что. Мне нравится это дело. Или маленькие такие тебе нравятся? Я не знаю эти цветочки. Алмазная вышивка. А анютины глазки, да? А, цветы. Красивые такие, да. Ой, ну, молодец. Ну, еще говорят на Алиэкспресс. Интересные есть. Но я Алиэкспресс никогда не заказывала. Да, их очень много. Понял? Неси картину. Честно, по бутербродам. Натали предлагает Виталику открыть канал с бутербродами. Сейчас Виталик будет делать супер первенные бутерброды. Начнем с моего канала. Этот. Контент. А кто будет вообще бутерброды, кроме меня? Я буду тоже. Еще Натали взяла очень вкусные трубочки. Говорит, очень вкусные. Прям чувствовалась боль в ее душе. Слушай, они двусторонние какие-то. А, не, они разные. С вареной сгущенкой, да? Да ладно, тогда я съем. Шоколад. Я думал, они все такие. Ягода. Офигеть. Специальные. Короче, сейчас Виталик сделает супер бутерброды, а потом у нас будут супер трубочки. Запуску. Виталька, я помню, он с детства всегда любил что-нибудь приготовить. Да? Намутить из того, что есть. Да. И было всегда вкусно. Да, супы и диетические. Да, печеньки, печенье, тесто просто, сахар и воды. Да, подожди, а что там было? Сахар? Вода, сахар, вода и все. Нет, а мы делали типа хвороста что-то. Подожди. А помнишь, мы еще брали у соседей печку такую, типа духовка, ну, духовка такая железная, и делали печенье там, а там было всего яйцо, сахар, мука. Просто яйцо добавляли. И мы тонко, чтобы было много, мы тонко-тонко нарезали это те, короче, были они хрустящие, и иногда можно было даже зубы поломать. Ой, это офигенный соус, кстати. Вот этот вкусный очень бургер, соус, мне нравится. Ладно, давайте сделаем бутер и потом покажу. Не буду шеф-повара смущать. Добрый вечер. Спасибо вашему дому, мамоченька. Пришла домой, на улице жара. Время 5 часов. Короче, посидели так хорошо с мамой. Потом после этого я встретила соседку. Соседку в старом доме. Это подруга, давняя подруга моей мамы. Они очень хорошо дружили в глубокой молодости. Вот, и я помню, что много времени проводила с этой соседкой. Это та соседка, о которой я вам рассказывала, что... Вот она, например, такой жизненный совет, помню, дала. Вот, про нее я вам говорила. Мы редко видимся. Сейчас вот так вот просто уже садилась в машину, увидела, что она сидит там на лавочке. И я такая, о, подошла, поболтали. Который жизненный совет мне давала, чтобы я до 30 гуляла, только после 30 рожала. Вот как он сработал хорошо в жизни. Вообще очень здравый человек. Со здравым взглядом на жизнь. Очень много правильных таких вот... Ну, опытная женщина, что сказать. Уже опыт большой. Ну и вообще даже бывает не от опыта зависит. Бывает вот у человека просто здравый взгляд на жизнь. И он, вот, короче, повлиял. И ее какие-то советы повлияли на мою жизнь. До сих пор помню какие-то слова, которые она говорила. Кстати, не успела обсудить, да, еще один момент в своей жизни, в который она тоже глядела давно-давно и говорила мне. Будь аккуратна. Вот, как в воду глядела. Как вот бывает удивительно, да. Вот, казалось бы, мы такие молодые, вроде все знаем. А бывают вот люди, которые старше нас и опытнее нас. Просто смотрят на человека, да, в молодости. И все про него видят. И говорят тебе, кто тебе друг, кто тебе не друг. С кем нужно быть поаккуратней, да. А кто хороший там человек вот где-то. Как это они видят? Хотя сейчас я уже сама постарше. И сейчас я уже сама могу читать каких-то людей, да. Прям вот ты видишь и понимаешь, что это хороший человек, какая-то нехорошая по каким-то уже таким моментам. Тебе не нужно там сильно о нем много узнавать. Как будто на лице написано уже. Вот, так и она. Так и она. В общем, посидели, поболтали. Так приятно было ее встретить. И звоню брату, говорю, вы где что, вы где вы? А они поехали, в общем, в магазин. Мы хотели сегодня просто на фонтан вместе сходить или в парке погулять. И в итоге они уехали в парк, где мы вчера буквально были. И мы уже не поедем туда. Так что сейчас я чуть-чуть дома приберусь и пойду за малым. Не знаю, пойдем сегодня на фонтаны или нет. Или дома побудем. А то я что-то расслабилась. Сериал с утра до вечера смотрю. Дела-то не делаются, пока я сериал смотрю. Ну что, мои хорошие, мы дома. Сейчас уже идем укладываться спать. Время 9 часов. Я смонтировала видосик, поела хорошо. Досматриваю сериал, но очень мне нравится. Очень мне нравится. Прямо чуть-чуть осталось. Мне кажется, последняя серия уже. Ничто не случается. Дважды нравится. Вот. Скоро, я думаю, вообще заведу прямой эфир. Мы поговорим о фильмах. О фильмах, о сериалах. Ну, о фильмах, наверное. Отдельно о фильмах, отдельно о сериалах сделаю. Так что будет скоро прямой эфир. Смотрите в сообществе, если что делаю. Анонсы там, ну, хотя бы за 3-4 часа. Вот так анонсик. И мама. Сегодня же были у мамы. Я маме говорю, мам, давно в эфире не было, тебя просят. Я помню, писали мне девочки, что интересно пообщаться с мамой и со мной. Интересно узнать взрослое мнение. Напишите в комментариях, кто хочет с мамой прямой эфир. И я ей говорю, что мам, тебя просят. И она говорит, да, да, я приеду. Скажи, когда я приеду, проведем эфир. Так что скоро будет. Все, пошли мы спать. Завтра увидимся. Ну что, мои хорошие, доброе утро. Смотрите, какой у меня лучок сегодня. Не знаю, мне что-то захотелось так пойти в этой кофточке. Вот в этом корсетике, кстати. Ну, хожу так погуляю, может, сфоткаюсь, посмотрю. Может, так больше никогда и не оделась. А сейчас у меня так по приколу выйти. Какая-то такая вроде простая, вроде веселая. Первый раз одеваю вот эти вот босоножки. Корсетик, который вы спрашивали, буду я носить или нет. Конечно, буду. Он мне очень нравится. И он осанку держит. Сейчас я иду в солярий, поэтому так оделась более-менее, чтобы раздеться быстро. Хотя и не быстро, пока это расстегнешь, пока это снимешь. Короче, сейчас иду в солярий, может, по дороге Кристинку еще заберу. Крошки, мои крошки, а куда же я пришла и что же я буду делать? Короче, я решила снимать волосы, если честно. Почему решила? Вы, наверное, уже поняли. Потому что а. в них жарко. Б. Все-таки это еще больше уход, чем за своими. Свои раз посушил быстро, но сушить дольше и все такое. А мне что-то летом никак заморачиваться. Я вот даже чувствую, что какой-то некий груз такой, знаете, повис у меня ежедневный. Вот ложусь я спать, просыпаюсь. Некий груз чувствую. Летом, наоборот, хочется обрезать волосы. Всегда летом приходит это ощущение. А я вот, видите, решила нарастить. Но зато теперь знаю плюсы и минусы все. Сейчас мы еще с вами снимем волосы. И я буду знать еще, как они в снятии. Потому что снимать я буду сама их. Все, сейчас пошла за жидкостью, скажу, сколько стоит. Взяла жидкость. Стоит она 300 рублей. Спрейчиком такая сделанная. Я еще спросила, говорю, как там пшикать. Я говорю, когда пшикаете и потом там разъединяете, расчесочкой поддеваете, разъединяете. В общем, короче, чувствую, предстоит нам разогреть волосы феном и медленно снять нарощенные волосы. После этого средство для снятия нарощенных натуральных волос. Холодное наращивание. Разогреть волосы феном. Медленно снять нарощенные волосы. После этого обработать данным средством. Прикорневую часть волос. Обработка нужна для того, чтобы снять оставшийся клей-фиксатор. Тю. Тю. Нет, я видела обзоры, просто пшикают, разъединяют. Никакого фена. Так, ладно, теперь я хочу взять кофе. Я уже давно мечтаю, и у нас Starbucks только в центре. Вот, а я давно мечтаю уже взять кофе с шоколадной игрушкой и все такое. Возьму кофе и поеду в шалере. Заказала себе пробучина свой любимый. Садовая наша. Окно большое, панорамное. Никого нету здесь почти. Сяду вот здесь в уголочке, чтобы никто не уволок меня. И еще заказала круассанчик. Все-таки надо уже перекусить. Кофе с тобой возьму потом, а круассан здесь поехал. Вот такой вот круассанчик. Я, кстати, не помню, брала я здесь круассана или нет. Там внутри... Ой, такой хрустященький. Еще крем должен быть. Выглядит очень аппетитно, максимально. Так, и мой яво фрапучино. Я, смотрите, делаю его всегда на соевом молоке. Теперь еще сиропа прошу одну-вторую, потому что мне сладко сильно. Все, любимый набор. Я поела, и это было очень все сладко. Просто трындец. Есть миндальный круассан. Трындец какой сладкий. И запивать сладким кофе. Это какой-то ужас. Мне кажется, у меня мозги слепились. Так, все, еду в солярию. А потом, может быть, получится все-таки заехать в одно место, в которое я уже очень давно планирую заехать. И все никак не получается. Держу в голове. Вообще, я сейчас смотрю сериал, который ничто не случается дважды. Честно говоря, я думала, что сериал как бы закончится банально уже давно. Я не посмотрела, сколько серий. И каждый раз я думаю, блин, это не конец, блин, это не конец. И события уже разворачиваются там. Просто трындец. И меня это радует. Потому что сериал мне нравится, и он не заканчивается. Это ли несчастье. Плюс, ну, очень много мыслей возникает вообще, пока смотрю. Так интересно. Сначала одно в голове было, потом другое. Ну, я уже полный конечный отзыв, конечно, дам об этом сериале. Меня попросила девочка, которая посоветовала, говорит, скажи, что думаешь. Вот пока я там на 12 серии, и мне очень все нравится. Да вот. Ну, еще есть что сказать, просто не хочу украсть впечатления. Пока что. А то вдруг в конце непонятно что будет. Короче, смотрю. А, я что еще хотела сказать, что... Знаете, в последнее время я смотрю когда фильмы или сериалы про любовь какую-то. Я реально смотрю немножко, как такой человек со стороны. Человек со стороны. Мне кажется, что это похожее, возможно, испытывают люди, которые имеют одного любимого человека, да, и принципы семьи, хороших отношений, какой-то преданности, верности, да, и главным образом какой-то гибкости, свободы, возможности. Ну, как бы вот это вот все, да, в отношениях присутствует, когда есть такие здоровые отношения с взаимопониманием и таким ежедневным осознанием того, что с тобой рядом именно тот человек, с которым бы ты хотела быть, и ни на кого бы его не променяла, да, даже если случится как-то так, да. Вот. И я просто к тому, что очень много во всех сериалах, фильмах, практически 100%, вот, 99,9%, да, процентов всех фильмов и сериалов очень сильно культивирует любовь. То есть любовь – это что-то невероятное. Любовь… Да, это влюбленность, да, вот эта вот первая эмоциональная влюбленность, я не говорю, а болезненная вообще уже, ну, хотя это все болезнь можно отнести, да, к этому, но есть такая болезнь, например, когда ты любишь, понимаешь, что там драки, побои, там, все страдают вокруг, то есть, ну, чуть ли не до смерти, да, это я вот считаю, что такая болезненная, или там любовь – не любовь, кто-то любит, а кто-то не любит, да, и кто-то там жить не может, страдает, я считаю, что это болезненное, да. А немножко в другой ряд отношу влюбленность, когда люди только влюбились, такие не видят минусы друг друга, да, и вот это чувство, оно какое-то такое волшебное, как будто тебя впрыскнули просто какой-то эндорфин, да, и ты реально как под чем-то ходишь такой и кайфуешь, такой, ах, что, а весь мир другой, да я горы сверну, да я такой счастливый, даже когда нет объекта рядом, то есть он рядом или не рядом, а ты просто думаешь о нем, приподнятое настроение, но это все временный эффект, да, и сколько он будет длиться, никто не знает, к сожалению, иначе вы смогли это чувство удержать, но оно проходит, потому что все меняется в этом мире, это понятно, это уже такая давность, ее надо понять, принять и расслабиться, вот, и просто я смотрю сколько, и я просто смотрю, как вот в фильмах во всех этих культивирует вообще это любовь, типа, если любовь, если ты вот любишь, то все, насрать всем на голову можно, да, и идти, идти к своей любви, типа, любовь все простит, или, или, типа, любовь там все оправдывает, да, типа, это что-то такое святое, можно сказать, и я всегда на это смотрю, раньше я просто так и думала, что это есть, мне любопытно всегда смотреть такие вот фильмы, сериалы, я вот смотрю, и я, честно говоря, внутри где-то радуюсь, я радуюсь, что моим мозгом больше не владеет вот эта влюбленность, вот это вот эмоциональные вот эти какие-то порывы, да, и вера в то, что это что-то такое, это то, ради чего стоит жить, и это именно то вот, вот что должно быть у каждого в жизни, если вдруг это случится где-то что-то, то это вот оно, короче, это то, от чего надо отталкиваться, это смысл жизни, да, раньше я так думала, и чувствовала, и не контролировала себя абсолютно, и ошибок много делала из-за этого, сейчас, когда понимаю, как это вообще все устроено, и что на самом деле нужно ставить на первое место, и что вообще такое любовь, что такое чувство, я вот радуюсь на самом деле, что больше не захвачено вот так вот упоморочительно подобными вещами, то есть мой разум, он превыше каких-то эмоциональных всплесков, которые как раз-таки и рождаются в голове, вот эти эмоциональные всплески, влюбленности, они как раз-таки рождаются в голове, и если у тебя правильный взгляд, правильные принципы, у тебя, ты просто себе даже не дашь возможности чему-то, чему-то зародиться в голове, то, что будет, ну, претить твоим принципам, то, что саму тебя подставит, да, или самого тебя подставит, ну, грубо говоря, я говорю, например, о семье, допустим, там, да, ребенок и муж, и вот муж, например, такой преданный, любит женщину свою, там, да, и как бы они верные друг другу, все, они классно, они растут, идут вместе, и если внутри хороший фундамент, да, хорошее отношение, развитие отношений, да, то есть люди друг друга уважают, любят, очень ценят друг друга, они никогда в своей жизни не допустят никакой влюбленности к третьим лицам, и если вдруг кто-то влюбляется из них, то это просто дали себя, не так силен взгляд, не так силен принцип, не так силен страх потерять все, что ты имеешь, не так ценно потерять то, что ты имеешь, да, и тогда ты внутри себе, может, где-то даже на подсознании даешь добро на то, чтобы влюбиться, на то, чтобы пустить какого-то третьего, третьего или четвертого, да, человека в вашу жизнь, разбить, разрушить вашу семью, а если есть внутри принципы и страх потерять любимого человека, ты никогда себе не дашь ни себе, никому или по-другому вообще влиться в твою жизнь, третьему, и это чувство волшебное, уходит на десятый план, я приехала, Кристинка звонит сейчас, взяла, короче, на три минутки позагорать, потому что недели у меня все-таки не было здесь, не стала рисковать, чтобы не быть красненькой, ну что, крошечки мои, я позагорала, а тут выхожу и Кристина, покажи, как ты сделала, как я сделала, сделала так, я иду, и она такая, вот так, вот так прям, да сколько же она еще будет загорать, там уже в чугунок, уже превратилась, наверное, в черный хлеб, сухой, между прочим, я три минутки всего лишь взяла, ты просто, мне кажется, бежала, такая, нет, я медленно шла, видишь, вспотела, медленно, большими шагами, вот, такая она сегодня у нас разратница, это новая, что это у тебя? да это с прошлого года еще, шеи, это Кристинка, как любит, знаете, голое тело, пиджак, такой вот, укороченный пиджачок, и шортики, а, шортики, конечно, ты думала, не шортики, да, я сейчас смотрю, мне кажется, как будто это платье, как сделано, они просто шли, сейчас очень жарко, шорты шли, шорты шли, было очень жарко, вот, они, короче, как-то там, ну, я думаю, это о личном, и мальчики меня смотрят, ой, у мальчиков такое тоже было, могла подкладка прилипнуть все выше, выше, надо просто уже купаться, мне даже волосы вспотели, мокрые полости, жарко, да, у нас очень жарко, волосы просто мокрые были, я шучу, это я так, ты не посушила, а, ты думаешь, что это я так вспотела, да, да, как всегда, я думала, ты масло, можно, мазала, ой, дедашь маслом, нет, я помыла перед выходом, потому что мне надо корни покрасить, мы заедем в этот магазин, опять корни красить, время уже прошло 2 недели, уже только корни, да, 2 недели уже прошло, я тебе говорю, вон уже, сегодня другая краска, руку лень поднять, ладно, короче, мы сейчас едем в одно место, вот, 6 минут, алло, здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, где вы находитесь, мы бы хотели к вам зайти, вот, пообщаться по поводу вещей, которые можно отдавать, там, какие нужны, а ему рядом, вот здесь я припарковалась, здесь я вижу мир шаурмы открытая, а вы где, на углу, или как там, так, мы это, там, где вещи вот отдавать, мы хотим пообщаться с женщиной, какие вещи там нужны, что это, чтобы мы не все подряд тащили, может, мне все надо, вот, сейчас пойдем, пообщаемся, это вот наша пушкинская, красивая, Кристина наша развратная, девчонка, девочки, приехала я в это место, вот, сейчас проконсультировалась, все оказывается здесь, для разных деток есть, и посуду нужна, и игрушки, все, 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 короче, все, что я так давно собирала, вы помните, да, мы с Кристюшенькой, собирали, мы наконец-таки приехали, вот, и в ближайшее время сюда все отправим, так, вот здесь, вот смотрите, тоже видите, игрушек, куча, в общем, поузнавались, 70 семей на учете стоит, есть семьи, в которых по 9, по 10 человек, представляете, и очень много, кто нуждается, называется фонд Елизаветы, с великой княгиней Елизаветы Федоровны Романовой, вот она прожила жизнь, с одной стороны, очень яркую, красивую, но когда муж ее был взорван народовольцами, она смогла себя, она была очень верующей, вообще вся семья была очень верующей, вот, она полностью посвятила себя благотворительности, вот видите, ой, мои хорошие, короче, пообщались мы сейчас с двумя женщинами, которые занимаются благотворительностью у нас тут в Ростове, в общем, было интересно послушать историю, я так понимаю, возникновения, да, и вообще вот как и что, интересно, немножко как будто, знаете, в другой мир попали, в общем, нашла это место, пообщалась, поняла, что нужно, нужно все в принципе, да, вот, но без ажиотажа, я так понимаю, просто их всего две, в общем, работы много, сейчас они на июль закрываются, так что если я успею завтра вещи какие-то отвезти, то вот успею, а если не успею, то у них уже в августе, и они уже будут готовиться к сентябрю, вот, в общем, сказала, если что, обращайтесь, вот, им вроде в сентябре нужны будут эти, там, тетрадки, там еще что-то, да, может, я вот и закуплюсь тетрадками, да, и привезу сюда к сентябрю, если надо им тетрадки, вот, короче, я говорю, если что-то нужно, обращайтесь, а пока, как бы, вот соберу свои вещи, Кристинка там что-то соберет, и мы отвезем сюда, надо бы завтра успеть отвезти, то пакеты стоят, у меня уже половина собрана вообще-то, вот, и говорит очень много всяких семей, правда, я и не знала, что так много, которые нуждаются, и, конечно же, не всем подряд все дают, потому что они, ну, как бы стараются так, чтобы давать именно тем, кто действительно нуждается, а не так, чтобы пришли люди, да, там, вот как барахолка, в общем, это своя стезя такая жизненная, вот, в общем, рассказывала, как, как все это дело непросто, в общем-то, вести и так далее, ну, люди живут этим, но мне хочется тоже прикоснуться, немного добра сделать. Половинки для того, чтобы у вас было что-то среднее. Между чем и чем выбираешь? 6-1 и 7-1. Я Кристинике говорю, 7-1 бери, а она боится, что они сильно светлые. Да я когда-то красила, вот такое какое-то. Светлая будет, краска-краску не осветляет, у вас половина останется. но все равно чуть подсмывается же еще тонировка. Ну, не будет, вот смотрите, у нее на волосах, вот просто посмотрите, у нее пятерка где-то, ну, вот такая вот у нее, вот так вот, если не четверка, то пятерка точно. 5 плюс 6, по-моему, дело. Да, если у нее вот здесь вот пятерка, то семерка будет очень светлой, она не подсмывается. Сама уже стель шестерку брала, 6-2-0, вот, месяц, наверное, это все равно темная. Ну, потому что у меня свой темноватый, мне свой свой. Это трудный выбор. А я вот тут вот смотрю, что-нибудь интересненькое, все эти уходики, так love, я это все делала, девочки, Кристинке предлагаю, говорю, может, в красный вернуться на ткани, я не соскучилась, я говорю, а синенькие вот тоже интересные не делали, говорю, а зелененькие? Она посмотрела и говорит, разве только что кончики, представляете, она готова кончики в топки покрасить, отчаянная девчонка. А мы с Кристинкой вышли из индустрии красоты. Смотрите, Крис, что себе взяла? Домашняя, выпрямление волос, Энебрия, итальянская серия, Энебрия, кстати, а краску ты взяла муд, да? А Энебрия? Это же моя любимая. Подожди, а Энебрия? Скоро она не будет любимая, она что-то дорожает на глаза. 490, да, или сколько? 450? Все. 450 рублей краска? Дороже, чем... А вот этот очень дорогой набор, но Кристинка раскошелилась для того, чтобы мы сняли отдельное видео, так что скоро на ее канале будет домашнее выпрямление волос, девочки. Итальянское. Я буду... Итальянское? Я буду выпрямлять ей волосы. Только что я чуть не наделала в штаны. Думала, камеру потеряла. Вы представляете? Вот вружка. Ужас уже. Я реально чуть не наделала. Там вружка, запах пошел. Ничего, не чуть, не чуть. Да нет, чуть-чуть. Или в темных штанах не видно, не докажет. Мы что-то не сможем увидеть. Блин, у меня фобия. Вот за камеру потерять, телефон потерять. Ни разу не теряла. Ну, как бы, может... А я не помню, чтобы я вообще теряла, честно говоря, телефон или это за всю жизнь. Но я все время боюсь это сделать. Потому что ты заранее боишься. Да. Даже неинтересно. Дина ругается. Чего ругаешься? Потому что у меня там... Она говорит, какого хрена? В твоей машине жарко. Я не поняла. Ой, а какая разница? Какая разница? А потом будешь видео смотреть и говорить, Силя, Силя, вот это что? Ну-ка вырежи. Я же не жарко. Блин, а в купальниках ходят. Ничего, вываливаются эти люди. Пусть. Да? Ну, нужно топик. В смысле? Это такой специальный. Как жарко, кризис, согласись. Ты согласна, что жарко или нет? Креман жарко. Очень жарко. Все, надо за мелким уже идти. Блин. Он, наверное, один там остался. Сегодня вода у нас плохо там идет. Давление какое-то слабое, сказали. В садике попросили детей пораньше забрать. Сейчас время 4 часа. А мы еще в центре. Только едем за нашей пузатой мелочью. Крис, да расскажи что-нибудь. У тебя давно не было. Девчонки вон томятся. Просто уже не сегодня. Что? Где ты была? Как дела? Как настроение? Нет, сегодня плохое. Вчера. Сегодня и вчера плохое? Поэтому я молчу. Мне кажется, наоборот, сегодня какая-то улыбака прям. Так, объезд и наверх показывают. Аж глаз зачисался. Странно как-то объезд и наверх. Я не пойму, куда мы едем. Забрали с Кристиной Денечку с садика пораньше сегодня. Сказали, он так хорошо поел сегодня. Иди сюда, День. Денис поел сегодня две порции манной каши. Что еще? Ты манку сегодня ел? Да. Кашку. Все, пришли на фонтанчик. Чуть-чуть побрызгаться, да, Денька? Да. Да. Ветерок, фонтан, на нас очень хорошо. Так, а что у нас делают Кристина с Денни? Ну-ка. Сейчас откроется. Потом улетают остальные. Неудобно открывать, когда в ладошке. Денни чистит Кристине семечки. Кристина задолбалась, видимо. Все. Я их очень вкусно. Спасибо, спасибо. Скажи, а вот и твоя семечка. Семечка готова. Ну, вообще, лучше не занимайся этой фигней. Там уже все долозгает. Кристинка, тут напрягла тебя. Нет, я не просила. Они просто очень вкусные. Вкусные, вкусные. Сейчас они тут. Так, я пылесосила тут нахрен. Семки мне тут устроили. Семка-пати. Так, это мы поели. Кристинка угостилась. Спасибо. Понравилось тебе? Вкусно готовит сели на свои. Чего ты говоришь? Там еще трындецовых. Нет, это угору. А я имею в виду, что все уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok